На сайте одного из ярославских изданий появилась информация о том, что в дельфинаре погиб дельфин. Сообщается, что причиной стало плохое обращение с животным. В Большом аквариуме такая новость всех шокировала. Максим Григорьев рассказывает. История о якобы гибели дельфина Дамира уже успела наделать шума. Издание, которое опубликовало информацию, опирается на заявление некой Анны. Она утверждает, что дельфина часто наказывали, лишили игрушек и даже не кормили целую неделю. По словам девушки, дельфин умер еще неделю назад. Его органы отвезли в Москву на экспертизу, а тело похоронили. Прочитав публикацию, сотрудники дельфинария говорят, что были просто шокированы. Происходящее они называют местью одного из недавно уволенных сотрудников и уже готовят иск в суд. Мы обязательно будем ситуацию эту опровергать и в суд обращаться по данному вопросу. Потому что на самом деле для нас просто шок. Заявление уже непосредственно мы написали. Ну и в ближайший день-два мы эту информацию будем в суде опровергать. Сотрудники дельфинария недоумевают. Как дорогостоящему животному, к слову, стоимость нетренированного дельфина 100-150 тысяч евро, можно плохо относиться. Тем более дельфин приносит неплохой доход. Как говорят работники дельфинария, уход за животными и их рацион стоят во главе угла. Это глупость, которую сложно передать и пережить, и объяснить человеку, как можно относиться к любимцу, как-то вот не кормить, не играть. Я работаю практически 16 лет, 16,5, и рацион составлен грамотно и правильно по возрасту животных. У них 3-4 тренировки в день, в зависимости от шоу, либо каких-то допуслуг. Две недели назад городской телеканал снимал Дамира, когда он работал на реабилитации больных детей. Выглядел он тогда вполне здоровым и жизнерадостным. Сейчас Дамира в дельфинарии нет. По словам директора, животное было в аренде, которое, кстати, обходится в 200 тысяч рублей в месяц. Сейчас ее срок истек, и дельфина вернули владельцу. Максим Григорьев, Сергей Чекмарев, городской телеканал. Продолжение следует...